МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфира программа «Навина региона» у студии Алена Милешенкова. Вітаю вас сегодня в выпуске. Ликвидовать несанкционированные свалки, прибрать восенскую листоту, коммунальные службы рыхтуют до зимы парки и дворы областного центра. Вывести замеже Беларуси не удалось. Могилевские мытники затермали больше за 38 кубометров леса материалов. Прыучить моленство до прыхожой стеродной мовы. Могилевский областный театр Лялик протягуя проект «Скарбонка белорусских казок». Коммунальные службы рыхтуют до зимы парки и дворы областного центра. Прыбирают смерть и опалшие листья. По час месячника по наведению парадку так само стоит задача выявить и ликвидовать несанкционированные свалки. Як идут работы, убачили и наши корреспонденты. Каб прибрать двор у этой микрозоне, потребна два дни, кажуть коммунальники. С допомогой ЖХРУ, с ближайших домов, праца ладзится худшей. Погода великолепная, поработать само то, помочь родному ЖХРУ. Как видите, листвы очень много, но стараемся. С каким настроением работает? С хорошим. Всё хорошо, получается. Стараемся, чтобы было чисто, аккуратно. За бригадой дворников и мясовых ЖХРУ машина одразу сбирает тюки с листьем. В 7 утра уже на территории. Сразу обходим бумаги, потом листва. Каждый день на уборку могилевских дворов выходит омаль 500 дворников. Выявляют яны и несанкционованные звалки. Всё лето таки ликвидовали у приватных секторах Могилёва. Посёлках Горки, Брады, Гребянёва, Холмы, Атаксама, по улице 30 год перемоги. Месячник по новей день и парадку протягнется до 11-го листопада. Андрей Шуляк, Александр Артемьев, Новины региона. Две фуры пиломатериалу конфисковали могилевские мытники. Товар спробовали незаконно, перевести празмяжу Беларуси. При проведении специальных мероприемств у Мциславским районе супрацовники отделы пабарать без контрабанды и администрационными правопорушениями спынили для проверки два грузовики. У автомобилях оказались больше за 38 кубометров леса пиломатериалов. Специалисты высветили, что товар перемешался без отповедных документов. Пиломатериалы агульным коштам амаль. Две с половой тысячей беларуских рублё конфискованы. Зараз они размещены на складе часового заховывания. Далейший лёс к адвискованного грузу вырышить суд. По факте здарения складены администрационный протокол. А повершение насильництва и эвакуация людей и одная профилактика 18-го и 19-го кастричника в Беларуси пройдуть республиканские командные штабные вучения. По слову специалисты, они дадут махчимость вызначить ступень подрихтованности органов кирования и вартовальников у попереджения и ликвидации надзвичайной ситуации. А докладные радиационные авары. Плануется, что во всех городах и районах подчас вучения будут створены адповедные комиссии. У Могилёвской области центром практичного проведения учения станет Хотимский район. В рамках учения на территории Могилёвской области в каждом районе будут созданы ситуационные штабы, будут созданы комиссии по чрезвычайным ситуациям. А на территории Хотимского района, который попадает в 100-километровую зону от Смоленской АЭС, будут проведены практические мероприятия, связанные с оповещением населения, выдачей средств индивидуальной защиты, органов дыхания, также иодной профилактики, помывкой условно загрязнённого населения, обработкой транспортных средств, защитой сельскохозяйственных животных. Тыдень застаётся до Международного музычного фестиваля «Золотый шлягер». Популярными оказались усе концерты. Нагадаем 22-го Кастричника, первая программа. Свою творчость представит солист Московского академичного музычного театра и солистка Королевского оперного театра под керавництвом оркестра народных инструментов имя Иванова. Официйное открытие призначено на 24-е Кастричника, основной пляцовкой стане Палац культуры в области. На приконцы гэтага тыдня почнется монтаж сцены гукавых установок, специальной подлоги и декораций. Як говорить организаторы, одно из основных пожаданий у райдера гостей – как раз сучасная аппаратура. Нагадаем «Золотый шлягер» у першыню был организованный у листопаде 1995 года. Ё новой шоу у Международную федерацию фестивальных организаций, яка объедновывая больше за 150 мастацких форумов. Организация клубной системы на вёсках, деяность установку культуры у агрогородках. Такий опыт белорусских коллег оказался цікавым для представников установку культуры России и Азербайджана. Днями яны наведали Могилёвский областный методичный центр. И гутерали про то, як захопить молодь народной творчостью и заховать переемность поколению для гармоничного развития громадства. Подробязности у наших корреспондентов. Республиканский совет по питаниях клубной деяности народной творчости лазить таки осустрешу уже некольки год. Наприклад, российские коллеги отзначают, что это дозволило им перенять цікавые формы работы белорусских установку культуры на вёсках. Более 10 лет назад, когда я впервые приехала в Белоруссию, в Могилёв, я тогда узнала о вашей программе по развитию агрогородков. И это была совершенная инновация для нас. И у нас в России постепенно эта практика ширится. И у нас появляются свои проекты, программы по поддержке сельской культуры, по поддержке клубной сферы на селе, по развитию инфраструктуры вот в таких сёлах, малых городах. Это было в своё время подсмотрено в Белоруссии. Со своими азербайджанскими коллегами Могилёвский областный медадачный центр народной творчести працует теперь над выданием суместной книги. Это книга о народном творчестве. Именно со стороны Азербайджана и со стороны Могилёвского края. Поэтому это новый проект, и он сейчас в стадии работы именно уже на азербайджанской стороне. Надеемся, что скоро этот проект выйдет в свет, и мы будем презентовать его как в Азербайджане республике, так и на Азербайджане. Выникам таких существ представников установки культур трех держав повинен стать огульным методичным допоможником для формирования приоритетов в деятельности домов культуры. Более предметно, если вы хотите о нашем сотрудничестве, то основным направлением является методическая помощь непосредственно домам культуры. Ведь проблемы, которые переживают эти структуры, как в Азербайджане, в России, так и непосредственно в Беларуси, они идентичны. У нас приблизительно одни и те же проблемы. Актуализация домов культуры, привлечение молодого поколения в дома культуры. На думку удельников со встречи, это выдание допоможит в заховании культурной спадшины наших народов. Наталья Юдакимова, Александр Артемьев, Новин Региона. Проект «Скарбонка беларуских казок» Могилевска областного театра «Лялик» займел протяг. В селетнем сезоне режиссер Игорь Казаков ставит три беларускамолные казки. Усе творы сучасных ауторов и вядома на актуальные темы. Зразумелые навыц самым маленьким. Усе подребязности у маю коллеги Кристины Каранкевич. И полонез, и полонез, и полонез делается. Герои нового спектаклю «Прыгоды Кабаси и Бакаси» по твору Ягора Конева поколи готовые на полову. Однако уже выглядят симпатично. Это будет первый спектакль у трыбтиху беларускамолных казок. Легче воспринимать это все именно, когда наше общение строится посредством художественного языка. То есть и форма воздействует и музыка, и характеры персонажей, и то, как они этот текст произносят, то, как они говорят. Мова в образов больше зразумелая детям, тому персонажи колоритные. Крыхуабы якобы до життя заяц, хитрая лиса, горызливая ворона – усе, як у житти. Какая ваша ворона? Хитрая, на все готовая, любит обманывать. Ну, как ворона питается на помойках, живет на кладбище. Дорослые проблемы поднимаются и на указках, и у наших так само. Кому доверять, на что можно различовать, на что нельзя различовать ни в коем разе. Для многих малых спектакль будет первой встречой с родной мовой, навык с правдной пригодой. Низдарма у постановцы шмат пригожих слов, яке мы мало уживаем у обычайном житти. Проект имел на увазе створить минавито репертуар спектаклей народной мове, как дети с моленства отчували я ее пригожусь. Первый спектакль из репертуара белорусскомолных казах глядачы могут побачить уже напроконцы Кострычника. У театра «Ля Алекс» подяются, что проект с карбонка белорусских казах придется до сподобы и малым, и их батькам. Кристина Каранкевич, Виталь Аляксеенко, Александр Артемьев, Новины региона. Могилео Чарговый раз принимает квалификационный раунд чемпионата Европы по футболе. Говорка идет про юнацкий турнир. Его финал пройдет у Англии, а по коль 52 команды проводят первый отборочный цикл. Сборные со Славини, Казахстана, Франции и Беларуси сустренутся помеж собой у гульных на стадионе «Спартак». Две лепшие команды нашего квартету пройдут у наступный элитный раунд. Выники третьей команды будут справновывать с подобными у инших группах. Первые гульни у Могилеве отбудутся 19-го Кострычника. У поудень сустренутся команды Беларуси и Славинии. У шесть годин вечеру Казахстан с гуля с Францией. Дарэчэ, переможцами минулого чемпионата Европы. Самые циковые новины про життя нашей в области на нашем сайте tvrmogilio.by. А я с вами развитуюся. До сустреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова